Все народы во все времена почитали дружбу величайшей ценностью. Неудивительно, что в разных странах есть и праздники, посвященные друзьям. Один из них, Международный день друзей, отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. Дружба – сложное и многогранное понятие, и каждый из нас понимает ее по-разному. Есть люди, которые считают, что им и в одиночку совсем неплохо. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает вам послушать книгу британского детского писателя и иллюстратора Стива Смоллмана «Утиная каша», в которой рассказывается о том, что друзья могут появиться совершенно неожиданно. Мистер Кролик во всем любил порядок. Каждая травинка на своем месте, каждый камушек на своем, каждый листик чистенький и опрятный. Он любил, чтобы все было как надо. Однажды Кролик наводил порядок в лесу, и на глаза ему попался удивительный предмет. Кругленький, гладенький, в темную крапинку, такой красивый и приятный на ощупь. «О, сам своим не верю!» – воскликнул мистер Кролик. «Вот чего так не хватало в моей коллекции!» Мистер Кролик поспешил домой. Он осторожно помыл свою замечательную находку и аккуратно положил ее на самое видное место. Все как надо. Кролику очень нравилась эта вещица. Сидя в кресле и мурлыча себе под нос, он днями напролет рассматривал ее и заботливо протирал тряпочкой. Но однажды вечером Крак! Замечательная вещица дала трещину. «О, сам своим не верю!» – ужаснулся мистер Кролик. «Что же делать? Не волнуйся, сейчас я тебя починю!» Но было поздно. Крак! Вещица раскололась пополам. И из нее вылезло гадкое, липкое существо. «Совсем не такое, как надо!» Существо посмотрело на мистера Кролика и пискнуло. «Мама!» «Что?» – возмутился мистер Кролик. «Нет-нет-нет, я не твоя!» «Мама!» – повторило липкое существо на этот раз чуть громче. Потом спрыгнуло на пол и крепко вцепилось в лапу мистера Кролика. «Фу!» – фыркнул мистер Кролик и усадил липкое существо в таз с мыльной пеной. «Сперва помойся, а утром мы найдем твою маму!» Не успел мистер Кролик и глазом моргнуть, как все вокруг было в пене. И пол, и стены, и даже он сам! «Батюшки!» – ахнул мистер Кролик. «Так ты, оказывается, утенок!» «Пр-р-р-р!» – заурчало у птенца в животе. «Ну, конечно!» – недовольно сказал мистер Кролик. «Теперь ты еще и голодный!» «Кашу любишь?» «О да!» Утенок любил кашу, он любил в ней сидеть, плескаться, а еще кормить ею мистера кролика. Фу-фу-фу, содрогнулся мистер кролик и снова понес утенка купаться. Ах, зевнул утенок, наконец-то спать-спать-спать, обрадовался мистер кролик. Спокойной ночи. Он уложил утенка в коробку и аккуратно, как надо, подоткнул одеяльце со всех сторон. Но утенок не умел сидеть в коробке, как надо. Совсем бесил, мистер кролик упал в кресло. Ну и беспорядок, пробормотал он. Ничего, завтра уберу. И тут же захрапел. Мама, прошептал утенок. Потом он забрался к мистеру кролику на колени, устроился поудобней и тоже уснул. На следующее утро они отправились на поиски мамы. Сперва утенок нашел что-то длинное и тянучее. И каких-то жучков в крапинку. Потом встретил сердитое колючее чудище. И мистеру кролику пришлось взять утенка на руки. Но мамы они так и не нашли. Когда они пришли домой, мистер кролик снова сварил утенку каши. А утенок нашел в норе мистера кролика множество любопытных игрушек. Положи на место, испугался мистер кролик. Не трогай. Ох, поскорей бы уже нашлась твоя мама. Устало вздохнул он. Но мама не нашлась и на следующий день, и через день тоже. И вот в одно прекрасное утро, когда они проходили мимо ручья, утенок вдруг закричал «Мама!». И на этот раз не ошибся. Он бросился к маме утки, к своим братьям и сестрам. Все целовали его и радостно крякали. Когда же мистер кролик собрался уходить, утенок прыгнул к нему на руки и крепко-крепко огнял пушистыми крылышками. «Спасибо вам, дорогой мистер кролик», – сказала мама утка. Вернувшись домой, мистер кролик чистил и драил свою норку, пока все не заблестело, как раньше. Но, наконец-то, книжки в порядке, коробки на месте. Коллекция в лучшем виде. Вроде бы все как надо. Но нет, что-то было не так. Все как надо, только слишком уж грустно. Даже любимые вещи больше не радовали кролика, как прежде. И тут его осенило. «Я знаю, как надо», – воскликнул он. «Надо сварить каши. Много-много каши». Мистер кролик пригласил на обед все утиное семейство. Нора не долго оставалась чистой, зато было шумно и весело. Зато кругом были друзья. Было совсем не как надо, но лучше и быть не могло. Книги Стива Смоллмана учат детей быть добрыми и отзывчивыми. Не стесняться помогать другим и самим просить о помощи. Видеть хорошее и не сдаваться даже в самых отчаянных ситуациях. Читать его добрые истории – одно удовольствие. Причем и детям, и взрослым. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok